Спасибо. А я начну уже наш вебинар с того, что я представлюсь. Меня зовут Кавалина Вероника Ивановна. Я профессор в кафедре управления человеческими ресурсами, заведующий кафедрой и руководитель магистрской программы. И сегодня я вам расскажу о программе, о новой программе в весьма неожиданном формате. Я вам сегодня предлагаю совершить вместе со мной путешествие по магистрской программе. И название, мне кажется, очень увлекательно. Называется «Путешествие магистра Мастер Стеюн Джонни». И мы мысленно с вами пройдем по программе. И мне кажется, идея путешествия, она очень здесь адекватно интересная, потому что, как для любого опытного путешественника, хорошо бы путешествие запланировать заранее, узнать, с чего путешествие начинается, как оно продолжается, и в каком направлении идет движение. Но самое интересное, конечно, это цель путешествия и пункты назначения. То есть, по сути дела, я вам сегодня буду рассказывать о карте путешественника. И эта карта, она сейчас перед вами. И я не буду сегодня очень подробно рассказывать обо всех элементах. Главная наша задача – посмотреть весь путь, разные дороги. Но, безусловно, я вам расскажу, заострю ваше внимание на самом ближайшем будущем, с чего начинается наше путешествие. И хочу сразу вам сказать, что даже если у вас будут вопросы по тому, как поступать, что необходимо для этого, я рекомендую вам ознакомиться с нашим сайтом. Потому что важно, когда вы узнаете об условиях поступления, не слышать, что вам говорят, а видеть это на конкретных документах. И поэтому вот все подробности, детали очень четкие, они изложены в письменном виде на нашем сайте, в сайте программы. В завершении нашего разговора вы увидите другие ссылки на наши контакты. Ну а сейчас я буду больше говорить о сайте программы. И давайте начнем наше путешествие. Путешествие, как вы знаете, начинается, как я говорю, уже с планирования, но и, наверное, с регистрации, если вы собираетесь лететь осознанно и быстро. И вот первое событие, которое вам надо отследить, это возможность экспресс-регистрации, то есть попадания на нашу программу. А такой фаст-трек – это Олимпиада, Высшая школа экономики. И до 5 марта надо будет зарегистрироваться, если вы хотите принять участие в Олимпиаде. Условия Олимпиады изложены на сайте, который вы видите на экране. Но основное задание, оно будет выдано на английском языке. Это статья, которую нужно будет прочитать, проанализировать и ответить на вопросы. Ну, безусловно, как любой такой эксклюзивный трек, бизнес-трек, то мест мало. И если вы не сможете, не успеете зарегистрироваться или не попадете в число победителей Олимпиады, то есть не попадете сразу в число магистров, то вам надо обратить внимание на то, как подготовиться к путешествию, как собрать багаж. В данном случае мы говорим о портфеле, портфолио. И здесь хорошая новость в том, что с этого года на программы факультета бизнеса и менеджмента поступление будет не по экзаменам, а по портфолио. Правда, вам все-таки придется один экзамен сдать, и это экзамен по английскому языку, но он будет не оцениваться на баллы, он будет сдаваться по принципу, сдал-не сдал, зачет-не зачет. И опять же, вот на этом этапе, мы назвали его таможня, вам нужно предъявить место паспорта для быстрого прохождения какой-то документ, а это документ-сертификат «Узнание английского языка». Это сертификат TOEFL или YELTS. Об условиях вы тоже узнаете на сайте, когда вам не надо будет сдавать этот экзамен, а будут зачтены ваши сертификаты. Но давайте вернемся все-таки к важному моменту, потому что он затрагивает большинство из вас. Это в нашей карте названо памяткой туристу. Значит, о том, как составить портфолио, вам тоже надо посмотреть на сайте. Это очень важный момент. Потому что вам надо, во-первых, оценить сейчас имеющиеся ресурсы, и второе, у вас еще есть время, и это самое главное, чтобы ваше портфолио наполнить какими-то недостающими элементами. И вот в портфолио есть определенные критерии, которые оцениваются на баллы, и уже вы увидите, что очень ценится хорошее образование, и мы будем учитывать как получение диплома с отличием, так и количество часов, которые вы провели при освоении базовых для нашей программы дисциплин. Это дисциплины по менеджменту, по управлению персоналом, по экономике, по психологии, и дисциплины математического цикла. Но если у вас каких-то дисциплин не было во время обучения в бакалавриате, у вас есть возможность получить онлайн образование, либо дополнительное образование, конечно, оно неравнаценно полному бакалаврскому образованию, но в нашем портфолио это тоже очень ценный элемент. Но, в принципе, я думаю, что я уже привлекла ваше внимание к портфолио, и обязательно рекомендую почитать памятку туристу. А теперь давайте с вами будем знакомиться с теми путями, которые здесь обозначены как дороги. Это базовый тур, он состоит из двух ответвленных дорог. У нас будут с вами экскурсии по выбору, у нас будут проектные исследовательские треки, будет зарубежный вояж, и вас ожидают уже при завершении программы финальный круиз. И, безусловно, мы отметили пункты назначения, и это будут крупные компании, консалтинговые компании, стартапы. Но если вы хотите ближе познакомиться с будущей профессией, тоже на сайте есть очень короткая пока информация о тех позициях и компаниях, которые, в общем-то, очень заинтересованы в наших выпускниках. Но, конечно, надо понимать, что все наше путешествие проводится ради достижения определенной цели. И я надеюсь, что наша цель, и ваша цель, и нашего академического совета, программы совпадают. Мы хотели бы, чтобы вы приобрели компетенции, которые сделают вас конкурентоспособным на рынке труда. И обратите внимание на то, что это компетенции не только аналитические и возможность работы HR-аналитикам, но и высокопрофессиональным HR-менеджерам. Потому что, если мы делаем акцент на HR-аналитике, мы просто отмечаем, что это пока еще очень недостающая и невысоко развита компетенция у HR-менеджеров. И если вы научитесь инструментам анализа, умением собирать базы данных, умением ставить проблемы и формулировать гипотезы для того, чтобы получать определенные результаты, полезные для бизнеса, вам нужно еще познакомиться с предметной областью. Это с тем, как собираются данные о людях в компании, об их поведении. И не только о том, как собираются данные, как они используются и ради чего они используются. Поэтому вот академический совет будет нашим компасом, он будет помогать нам корректировать наши учебные планы для того, чтобы вы приобретали обретали востребованные на рынке компетенции HR-менеджеры и HR-аналитика. И еще я хочу обратить ваше внимание, что наше путешествие будет осуществляться в компании очень приятных людей. Это преподаватели не только нашей кафедры, но и других факультетов Высшей школы экономики, потому что мы работаем с партнерами. У нас партнерские отношения с рядом факультетов и в первую очередь с факультетом компьютерных наук, которые как раз и будут преподавать интересные курсы, связанные с работой с данными, с данными большими, не структурированными данными, помогут Вам освоить языки программирования необходимые для Вашей работы, а также с преподавателями факультета экономических наук, социальных наук и других подразделений Высшей школы экономики. Безусловно, мы будем работать в партнерстве с компаниями и партнерами, которые будут участвовать в учебном процессе. Не забывайте о том, что Вы будете работать в команде, в команде студентов Вашей группы, и у Вас будут курсы, в которых Вы будете общаться со студентами других магистрских программ и программ факультета и факультетов из Школы экономики. То есть, вот, мы с Вами посмотрели, в общем-то, сделали обзор нашей карты, а теперь я хотела бы остановиться на, уже на том, как по времени будет запланировано наше путешествие. Итак, перед Вами расклад первого года обучения, и в частности, первого и второго модуля. То есть, мы назвали этот период «onboarding». То есть, в компаниях есть такой термин, и он означает, что это период, когда новый работник знакомится с компанией, знакомится с коллективом, со своими задачами, и этот период занимает разное время. Для кого-то этот период будет подольше, кто-то быстро освоится, а для кого-то это будет определенный вызов в силу того, что базовое образование было не монетериальное, допустим, не по управлению человеческими ресурсами, и поэтому мы помогаем тем магистрам, которые поступили на нашу программу, но не обладают, может быть, достаточно прочными знаниями в ряде по ряду направлений, получить дополнительное обучение, как мы назвали, дополнительную экипировку. То есть это будут адаптационные курсы, курсы, вот я вы видите, это курсы стратегический менеджмент, организационное поведение, микроэкономики. Ряд этих курсов будет возможность освоить онлайн, какие-то курсы будут курсами смешанного обучения, то есть лекции будут преподаваться, будут осваиваться с вами онлайн, а семинарские занятия будут проводиться в аудитории с преподавателем, то есть будут такие различные возможности, и мы будем вам рекомендовать осваивать эти курсы в зависимости от того количества часов, которые отражены в вашем дипломе, как освоенные. Затем ваше путешествие начнется с некоторого введения. Обратите внимание на курс введения в HR-аналитику. И это не просто введение в профессию, это введение в предметную область, и мы хотели бы рассказать вам о том, что вас ожидает в плане освоения различных компетенций, в каких формах, какие будут проблемные вопросы, как построить свои личные планы, и как может быть обращаться, каким образом, какие есть возможности обращаться за помощью. Одним словом, этот курс будет полноценный, это не будет одной лекции, а будет развернутое такое представление предметной области HR-аналитики. Но важным элементом на первом, значит, первой части нашего обучения в первом полугодии, в первом-втором модуле, это будут два тура. Мы назвали это теоретический тур и профессиональный тур. В теоретическом обучении вас ожидают дисциплины, связанные с такими теоретическими базовыми знаниями, но это не будут курсы, которые вас погрузят только в теоретические материалы, потому что задача стоит в том, чтобы найти возможности показать, как теоретические положения применяются на практике в конкретных аналитических проектах и в реальных проектах компании. И это курс по стратегии УЧР и о том, как стратегия УЧР увязывается с бизнесом и как увязать цели управления человеческими ресурсами с целями бизнеса. Затем это курс по институциональной экономике, который вам позволит увидеть игроков на поле УЧР не только в само подразделение УЧР, но и в компании, и в экономике в целом и посмотреть на процессы с точки зрения не только рациональной экономики, но и экономики, в которой экономические агенты действуют по другим мотивам. И безусловно, очень важный курс, который будет для вас тоже базовым, это методология научной исследования в менеджменте, потому что важно будет освоить некоторый алгоритм реализации проектов, сбора данных и анализа данных, и этот курс будет в общем-то базовым для многих дисциплин, которые вы будете осваивать позднее. И у нас уже на первом и втором модуле начнется освоение дисциплин профессионального цикла. Это HR-аналитика базового метода, это по сути дела методы математической статистики, и безусловно, вы будете изучать методы корреляционного анализа, факторного, кластерного, регрессионного анализа, метод структурно-линейных уравнений, и это курс кому-то покажется сложным, но у нас есть и консультанты, и различные онлайн-курсы, которые мы вам будем рекомендовать для того, чтобы как можно быстрее освоить этот базовый курс и двигаться дальше. И у нас будет курс очень интересный, который мы назвали Smart Chart, в котором будут у студентов программы возможности ознакомиться с ключевыми информационными системами, с помощью которых собираются отчетные данные в компанию. И также мы просмотрим весь цикл управления человеческими ресурсами не только через привычные функции, но и через бизнес-процессы. Это подбор, привлечение персонала, обучение, развитие, оценка персонала, мотивация и вознаграждение персонала. И упор будет сделан на использовании новых современных технологий управления людьми через эти бизнес-процессы и функции, выполнение функции. И наконец я уже заглянула в проектный исследовательский трек. У нас будет курс, который будет продолжаться не один модуль, он перетечет и на третий, четвертый модуль. Это курс, который получил название организационные изменения и аналитическая поддержка управленческих решений. С одной стороны, мы с вами ознакомимся с некоторым алгоритмом осуществления организационных изменений. И дальше мы будем рассматривать различные проекты организационных изменений на конкретных кейсах. И вот к этому курсу у нас уже будут подключены наши коллеги из бизнеса, так же как и к курсу Smart HR, когда я говорила, что это будут конкретные информационные системы, которые используются в компаниях, то безусловно здесь вы не только будете теоретически, вы будете работать с этими системами, узнавать секреты использования этих систем из уст HR или экспертов и по информационным системам, и по цифровым технологиям HR. Так, теперь переходим с вами на следующую половину года, и это третий, четвертый модуль, он начинается после новогодних праздников и продолжается до самого лета, и здесь мы с вами видим знакомые нам уже треки и туры, мы с вами будем продолжать следовать по дороге теоретического тура, и здесь у нас будут дисциплины, дисциплина связана с освоением экономических основ управления человеческими ресурсами, и как видите расширится и добавится дисциплина, которые включены у нас в профессиональный тур. Помимо вот курса Smart HR, о котором я вам говорила, что он будет развернутый, да, мы перейдем к освоению уже продвинутых методов HR-аналитики и к нашей программе к реализации курсов подключатся наши коллеги из департамента компьютерных наук. Значит, мы с вами будем осваивать HR-метрики, не только метрики, связанные с измерением диагностики, значит, и пониманием того, какие индикаторы характеризуют людей в компании и их поведение, но и какие метрики применяются для измерения HR-процессов, бизнес-процессов, как измеряется их эффективность. Мы тоже уделим внимание психометрики, то есть это те психологические инструменты и измерения, которые позволяют оценить различные стороны когнитивного, эмоционального состояния сотрудников, а также инструменты и измерения поведения сотрудников. И очень важный курс, который будет предложен вашему вниманию, это финансовый и нефинансовый учет и отчетность, поскольку многие современные HR-ы недостаточно хорошо понимают вообще бизнес и какими показателями он характеризуется, потому что чтобы реализовать HR-аналитики и увязать это с потребностей бизнеса, безусловно, нужно знать на какие показатели ориентироваться, потому что бизнес будет вас оценивать работу HR-аналитика и службы HR с точки зрения достижения целей компании, в первую очередь экономических целей. И во втором полугодии вас ожидается экскурсия. Это уже начало формирования вашей индивидуальной профессиональной траектории. Когда с одной стороны вы должны выбрать какие-то ключевые с точки зрения профессии HR-аналитики, аналитика или HR-менеджера курсы, и в частности мы предлагаем кафедра, которая является кафедрой, ведущей программу HR-аналитика, курсы связаны с HR-аналитикой, консультированием в области HR, и с вопросами, которые тоже затрагивают деятельность HR. Это курсы теории и практики управленческого консультирования и командообразования. Но у вас также будет возможность выбрать из предложенного другими программами нашей школы бизнеса и делового администрирования курсы, которые очень полезны для HR-а и для специалиста, которые работают в бизнесе. Это курсы по маркетингу, управлению проектами, управлению потребительским опытом, управлению брендом. Безусловно, невозможно было поместить на слайде все предложения, но они будут вам известны заранее, так что у вас будет возможность сделать выбор, посоветоваться со мной, как с руководителем программы или с преподавателями, с которыми вы уже будете знакомы, чтобы выстроить свой уже индивидуальный трек как и магистра, и в будущем как специалиста. И у нас продолжается в третьем и четвертом модуле, как я уже говорила, дисциплина организационных изменений и аналитическая поддержка управленческих решений, потому что несмотря на то, что HR-аналитика это профессиональная и предметная область, которая в России только буквально в последнее время обсуждается и стала очень такой горячей темой, мы видим, что у российских компаний, не только у международных компаний, уже есть опыт осуществления организационных изменений, которые были проведены на основе анализа, на основе анализа имеющихся в компании данных или специально собранных данных, и вот такие проекты компании нам представят, и вы будете работать со специалистами компании, изучая их опыт реализации организационных проектов, изменений, трансформации бизнеса, цифровой трансформации бизнеса на основе уже реальных кейсов. И что нас ожидает на втором году обучения, и я здесь хотела обратить внимание, что мы уже с вами считаем себя хорошо сориентированными в нашей программе, уже разобрались, какие есть направления дополнительные, и вы уже начинаете себя чувствовать свободно. Location это не только размещение на местности, но это переводится как инвестиции, то есть вы продолжаете инвестировать в свое образование, в профессиональное образование, и инвестировать в какие-то специальные области, поэтому у нас будут продолжаться профессиональный базовый тур, и мы в общем-то будем оснащать вас новыми инструментами анализа больших данных, и здесь будут по-прежнему с нами преподаватели с факультета компьютерных наук, которые, как я уже говорила, будут помогать вам осваивать языки программирования, это будут языки программирования, связанные с формированием баз данных, соединения разнородных данных, это возможно язык, вернее, это будет SQL, это будут языки программирования Python или R, мы сейчас обсуждаем целесообразность именно для нашей программы использования того или другого языка, и безусловно, это будут методы работы с текстами, так называемый text mining курс, и курс по анализу больших данных, и я думаю, что здесь я тоже хотела оборотить ваше внимание, что знакомство с литературой, теоретической или с научной литературой, которая недоступна для многих практиков, позволит вам быть, в общем-то, хорошо информированных в этих дискуссиях, и уже перейти на профессиональный уровень, не только обсуждать так, как это сейчас обсуждается в популярной прессе, значит, различные вопросы, связанные с трудностями использования разнородных данных, но мы вам поможем продвинуться дальше, потому что сейчас в зарубежных журналах предлагаются различные конкретные уже методы, анализы данных связаны с людьми, и вся эта свежая, самая актуальная информация будет для вас доступна. И одна из тем, которые тоже сейчас получают все большую поддержку в бизнесе и в дискуссиях наученных, это тема управления талантами, потому что для многих компаний получение конкурентного преимущества связано с тем, что компания привлекает самых лучших с рынка, те, которые наиболее эффективны и которые вносят наибольший вклад в результаты деятельности компании. Работать с этими сотрудниками непросто, их непросто искать, непросто оценивать их потенциал, так, чтобы предсказать, как сотрудник, выбранный как талантом, на входе окажется реальным талантом для компании, и как оценивать такого сотрудника, как его развивать, помогать, и как удерживать его в компании. Для этого нужно применять специальные инструменты, и вот с этими секретами управления талантами мы будем вас знакомить на курсе управления талантами. Будут продолжаться треки или экскурсии по выбору, но в данном случае у нас уже будут пакетные такое предложение, когда три программы объединяются, три программы это школы бизнеса и делового администрирования объединяются и предлагают вам из трех предложений выбрать один курс, и вот таких пакетных предложений будет три. И вот наша программа предлагает вот в эти пакетные предложения три курса. Это курс лидерства, курс управления знаниями, это курс по КСО и устойчивому развитию, но другие программы предложат не менее интересные курсы. Я здесь тоже отсылаю вас на то, что информация более подробная будет вам доступна попозже, когда мы обсудим с коллегами из других программ, какие конкретно предложения будут включены в межпрограммные пулы. И у нас с вами важным элементом обучения на втором году будет подготовка магистовской программы. Но программа магистовской диссертации, простите, оговорилась. и мы будем предлагать вам сделать выбор между двумя типами программ, извините, опять диссертацией. Это диссертация проектного типа, когда вы будете собирать данные в компании в определенной и делать по заказу компании, либо по вашей инициативе, и компания поддержит такой проект конкретную, решая конкретную задачу для пользы компании. И будут диссертации магистерские научного типа, когда данные будут собираться и будет ваша диссертация основана на данных из разных компаний, либо на уже имеющихся данных, и несмотря на специфику того или иного типа диссертации, вам необходимо будет построить свою работу на очень солидной научной базе. Поэтому у нас с вами будет два семинара. Это проектный семинар, на котором вы научитесь как готовить проекты, как реализовывать, как их внедрять в практику. И у нас будет с вами научно-исследовательский семинар, на котором мы будем обсуждать уже ваш исследовательский проект и тоже опираться на опыт наших коллег из бизнеса, которые будут предлагать какие-то конкретные примеры аналитических проектов по управлению человеческими ресурсами. Вот. И еще вот такая дополнительная опция для тех, кто хорошо знает английский язык и который считает себя амбициозным и высокоэффективным и который готов получить еще диплом другого вуза, зарубежного вуза, он может отправиться с начала второго года обучения в зарубежный вояж и прослушать курсы, которые будут зачтены ему или ей для получения диплома высшей школы экономики и зарубежного вуза. И такие вузы у нас партнеры у факультета бизнеса и менеджмента есть и круг таких вузов расширяется и тот, кто делает такой выбор получит возможность ознакомиться с условиями и в общем-то свою мечту получить два диплома он оценит и поймет возможности осуществления. У нас также будут возможности более коротких форматов пребывания в зарубежных вузах это стажировки и этот вариант мы сейчас тоже прорабатываем. И наконец мы с вами переходим уже к финишной прямой и рассматриваем что нас ожидает во втором полугодии в третьем четвертом модуле это модуль в котором резко снижается аудиторная нагрузка и я приношу извинения что я забыла еще вам рассказать о том что в этом в этой части вот я имею ввиду исследовательского и проектного трека у нас с вами начнется начнутся проекты это проекты большей части консалтингового типа в котором будут привлекаться компаний но руководство проекта будет осуществлять как представитель программы то есть преподаватель так и представитель компании и как бы задание или техническое задание на осуществление этого проекта будет давать компания и вот этот проект начнется во втором модуле и закончится в третьем модуле и вот реализацию проекта можно совместить со сбором эмпирических данных для реализации своей личной магистрской диссертации но на сбор эмпирических данных для подготовки магистрской диссертации будет отведено специальное время которое называется научно-исследовательская практика она будет продолжаться 9 недель начиная с середины января до марта закончится вот и четвертый модуль будет полностью посвящен подготовке и защите магистрской диссертации и хочу сказать что в это время у вас безусловно будет возможность консультироваться не только с научным руководителем вашей магистрской диссертации но и с любым преподавателем нашей программы и хочу отметить что это единственная форма магистрская диссертация государственной итоговой аттестации в магистрской программе других экзаменов государственных мы не принимаем то есть задачи экзаменов государственных магистрской программе не предусмотрено и выпуск у нас будет в июне и мы считаем что к этому времени вы будете хорошо оснащены чтобы сделать успешный старт на длинную дистанцию потому что те компетенции которые мы закладываем у выпускников нашей программы они будут востребованы не только во время обучения и компания которая будет работать с нами будет к вам присматриваться и приглашать уже к себе на работу когда вы еще будете магистрами но и вам наша подготовка будет для вас очень ценной и при построении вашей карьеры вот ну а сейчас я заканчиваю свой рассказ довольно длинный но путешествие долгодичное и вам рассказать очень подробно и хочу отметить что сегодня вы были слушателями первыми слушателями которые узнали о содержании обучения на нашей программе вскоре все планы которые мы построили на обучение будут согласованы с руководством университета и будут доступны вам на сайте программы но пока это вот в общем-то информация как говорится из первых уст у вас есть возможность сейчас задать мне вопросы но я заранее вам скажу что наша с вами встреча не последняя заходите на наш сайт и вы узнаете о всех ближайших мероприятиях которые наша программа организует и я сейчас сделаю перед тем как приступлю к ответу на вопрос анонс в апреле месяце 17 18 19 мы уточняем даты будет проводиться впервые в России так же как и впервые запускается наша программа HR аналитика по направлению менеджмент и впервые будет проводиться молодежная конференция по HR аналитике она будет проводиться в партнерстве с консалтинговой компанией и мы предполагаем что победители или те кто получит дипломы победители сделают лучшие доклады напишут лучшие тексты они получат дополнительные баллы для портфолио поэтому у вас есть шанс еще добавить в ваш портфель тоже ценный балл если вы подготовите статью выступления на конференции в апреле следите за объявлениями все условия будут подробно расписаны итак я уже вижу появились вопросы от Андрея Дюба который очень активно и набросал много вопросов и я позволю себе быстренько пробежать по этим вопросам как я уже говорила о том что у нас с вами очень интенсивное обучение и несмотря на это у нас есть возможность для тех кто сейчас работает успешно учиться на нашей программе если только вкладывать в обучение не меньше внимания чем в карьеру на месте работы график занятий у нас составляется таким образом что я не скажу что это большая часть но достаточно приличная часть занятий будет начинаться с 18 часов безусловно невозможно все занятия поместить в период с 18 до 21 часа но тем не менее совместить работу с обучением возможно и я думаю что учитывая то что мы ориентируемся на то что часть обучения будет проводиться с помощью онлайн курсов я думаю что возможности эти расширяются совмещение работы и учебы вот так значит ссылка на конференцию будет в ближайшее время конференцию HR аналитика пора писать статью я здесь поддерживаю вас потому что для тех кто сейчас заканчивает бакалавриат конечно уже наверное менять тему поздно но возможно посмотреть на свою квалификационную работу с позиции того а нет ли там какого-то подтекста HR аналитического и подготовить на основе своей будущей выпускной работы в бакалавриате выступления на нашей конференции и я думаю что отвечая на вопрос о том предусматривается переезд нашего факультета а это на самом деле и ответ на вопрос можно ли совмещать учебу с работой я отвечу положительно что такой переезд в общем-то планируется мы оптимистичны и надеемся на то что новый учебный год а для вас это будет первый год обучения начнется в помещении на шабаловской рядом с метро и я думаю что это сэкономит время для тех кто работает потому что шабаловка это практически центр а центр для многих досягаем так что будем с вами оптимистами так что у нас еще в перечне вопросов так так по тема на олимпиаде вот вы знаете мы заранее не объявляем потому что у нас на сайте есть насколько я помню пример статьи которая фигурировала в одном из конкурсов потому что олимпиада проводится уже не первый год поэтому можно посмотреть в каком формате и в каком объеме будет статья и это предполагать что вы хорошо погружены в тематику теории организации организационного поведения и управления человеческими ресурсами так так ну вот я уже по сути дела отметили мы возможности более подробную информацию получить на сайте так график так 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 про конференцию я сказала так я вот не очень поняла вопрос а насколько HR аналитика отличается от HR да вот вы знаете программа не просто была она есть последний выпуск программы управления человеческими ресурсами будет как раз в девятнадцатом году сейчас у нас второкурсники заканчивают обучение они находятся на научно-исследовательской практике собирают эмфирические материалы и по сути дела действительно вы правы что мы продолжаем и наш путь управления человеческими ресурсами и возьмем самое лучшее что у нас было в программе управления человеческими ресурсами а уже в этой программе наши выпускники подтвердят мое в общем-то утверждение что была очень сильно аналитическая компонента и недаром сейчас ряд наших выпускников решают эти задачи и работают на позиции HR аналитиков но я думаю что они согласятся со мной что очень необходимо усилить было бизнес составляющую экономическую составляющую нашей программы и усилить и развить компетенции связанные работой со статистическими пакетами совладением сложными инструментами анализа статистических данных потому что сейчас не только работающие HR но и студенты которые обучаются по управлению персоналом как направление подготовки отмечают что пока недостаточно они хорошо знают самый такой распространенный пакет это СПСС и безусловно не хватает очень данных чтобы работать с этим пакетом и работать с серьезными данными а не с учебными данными вот возможность работать с теми данными которые собирают компания так называемые evidence-based data раскрывает и открывает большие перспективы именно для формирования и развития аналитических компетенций вот но я думаю что чтобы ответить на вопрос что нужно больше из математики я думаю что возможно консультация если вы направите письмо на мой персональный адрес вероника.кабали на gmail.com или на вышкинский адрес который я хочу вам значит здесь продемонстрировать и вы можете также с нами общаться пользуясь нашими контактами в социальных сетях я постараюсь тоже стать более видимой в социальных сетях но сейчас очень много времени конечно занимает то чтобы сформировать контент программы и здесь я считаю что у нашей команды очень широкие возможности контакта с зарубежными учеными самыми серьезными компаниями и у нас сейчас идет очень интенсивный период переговоров участия в различных мероприятиях я постараюсь с вами делиться этой информацией в социальных сетях вот что касается поступления по программам раннего приоритета да такие программы сейчас уже запускаются решение будет скоро приниматься но я хочу вам порекомендовать и это вот такая очень практическая рекомендация я уже обращала ваше внимание на то что хорошо бы вам иметь сертификаты по TOEFL и ЕЛС поэтому более подробная информация будет опять же размещена и на сайте программы не можем продолжить обсуждение в наших социальных сетях потому что наша программа открытая для всех и мы с удовольствием всех консультируем помогаем сориентироваться и выбрать лучший путь поступления на нашу программу потому что мы заинтересованы в тех кто мотивирован кто хорошо вооружен кто хотел бы работать вместе с нами и мы поможем в общем-то не только осваивать эти компетенции но и выбрать правильную стратегию поступления на нашу программу ну пожалуй наверное все вот я не вижу больше новых вопросов вот сейчас мы посмотрим еще дополнительно нет вопросов но я вам рассказала как не терять с нами связь поддерживать ее и пожалуйста будьте активными заинтересованными и участвуйте в наших мероприятиях которые мы планируем и я уже вам говорила о том что есть возможность с вами познакомиться на конференции но раньше конференции будет еще день открытых дверей 14 апреля это день открытых дверей будет на факультете менеджмента на кирпичный это будет по-моему воскресенье 14 апреля начнется в 15 часов и там как раз будет формат вопросов ответов поэтому я с удовольствием буду отвечать на все в том числе каверзные вопросы а вопрос про двойной диплом к сожалению я не могу сейчас подробно отвечать на все ваши вопросы глубоко и с объяснением всех условий но как я вам говорила возможность получить индивидуальную консультацию всегда есть вот и поэтому вы можете такой возможностью воспользоваться вот так ну пожалуй я вам рассказала о том какое путешествие я вас приглашаю показала все пути дорожки вас сориентировала по времени поэтому будущие магистры желаю чтобы наше путешествие с вами было не только в мыслях как это было сегодня мысленное в планах но чтобы оно реально состоялось всем желаю успехов до будущих встреч до свидания до встречи субтитров